Действительно стабильный результат. Не могу в этот раз всех поздравить с каким-то супер новым рекордом, но стабильность это очень важный фактор и это позитивный обязательно показатель. Чем стабильность проявляется? Это постоянный рост регистрации и нашей общей команды и действительно регистрации все больше и больше. Это постоянный приток средств и это показатели объемов, на которых мы можем рассчитывать на каждый текущий месяц. Какие при этом у нас задачи? Задачи у нас каждый месяц свои показатели улучшать. Поэтому мы рассматриваем именно рабочие аспекты, моменты, как именно это делать. В данный момент мне хотелось бы, чтобы вы представили, что мы в каком-то общем поезде или в общей машине. Как ее назвать? У каждого какие-то свои идеи. Но ощущаем эту скорость. То есть мы действительно запустили определенную скорость. И наша машина с какой-то определенной скоростью двигается. И если так представить, как это каждый день практически в жизни происходит, то я бы сказала, что мы включили сейчас четвертую скорость. Это хорошо, это стабильно, но для такого с комфортом и с приятными ощущениями и свободным ощущением, для такого движения нужно еще переключаться на пятую скорость. И это является нашей задачей именно на данный момент. То есть мы должны двигаться дальше легко, активно, обязательно результативно и чувствовать эту стабильность. То есть стабильность своего движения, стабильность своего роста, стабильность своих достижений. И в данный момент стабильность, я озвучиваю, имею в виду, что это стабильность все-таки с ростом, с движением вперед и с движением вверх. Это очень важно. И это говорит о том, что тогда мы двигаемся совершенно на другой новый уровень. Другой новый уровень нас очень ожидает. И в ближайшее будущее наш проект выходит на совершенно другой уровень. Мы не можем отпустить нашего проекта отдельно от нас. Наши движения, наши действия, наши ощущения, все это должно быть в таком же режиме, в такой же скорости и в таком же потоке. Поэтому легкость, активность, результативность и стабильность с ростом, который мы замечаем. И когда мы замечаем общий рост в нашей общей классной команде, то каждый должен под это сделать небольшой отчет, небольшой расчет для себя лично и все-таки признаться, насколько я принимаю позицию наблюдателя, насколько я достиг позицию своего комфорта, может быть, мне уже так комфортно и так хорошо, что больше ничего не нужно, и насколько я в такой позиции, что я двигаю проект на развитие и принимаю активное участие, и как мне это удается. Поэтому, наверное, следующий важный момент – это перспектива, которую мы видим вместе с проектом, лично у себя, в своем росте, в своем развитии, в своих достижениях, перспектива. И это рост на какой-то определенный результат. И свой результат мы должны считать в цифрах. И я предлагаю все-таки еще раз нам всем напомнить и себе принять решение, в каких цифрах вы хотите укладываться, но рост должен быть с 5 до 30%. Каждый выбирает себе комфортный момент, комфортный рост, комфортный процент, но от 5 до 30%, если мы можем улучшить свои показатели, свои результаты, доказать, что у нас растет команда, у нас растет поток инвестиций, у нас растет наш личный доход, у нас растет наш собственный личный портфель. Эти все моменты очень важны. И только контролируя, наблюдая, оценивая, отмечая все эти процессы, вы можете себе сказать, что вы активно участвуете, или только принимаете позицию, наблюдатель со стороны, одну ногу вставил в дверях, чтобы не пропустить возможность, но не очень-то активно в этом во всем участвует. Мое пожелание, чтобы нас было больше и больше тех, кто активно воспользуется этим уникальным моментом. Не устаю напоминать, что мы на девятом этапе, который не вечен, и мы видим совершенно четко, видим уже, как он переходит постепенно на следующий этап, приближается к этому моменту перехода, и оцениваем ситуацию, что нужно воспользоваться именно этим, очень интересным, очень доходчивым и очень активным моментом. У нас столько позитивных и работающих инструментов в нашем кабинете, в нашей системе, в нашем маркетинг-плане, что нельзя их пропустить, нельзя пропустить этот момент. Поэтому будьте все бодрыми, лето это прекрасно, но лето для того, чтобы люди чувствовали себя легко, прекрасно и использовали всю эту позитивную солнечную энергию для прекрасных результатов. У нас очень активный период, и таким будет и июнь месяц, и следующий июль, и август, то есть у нас впереди еще очень-очень активный несколько месяцов, когда мы можем сделать невероятное. Для того, чтобы мы могли себя оценить и также улучшить свои показатели, давайте отметить некоторые моменты, которые очень важны. Первое, это фиксируем некоторые показатели именно сегодня. После нашей общей встречи, каждый, позвольте себе минут 10 тому, чтобы зайти в свой личный кабинет и просмотреть некоторые моменты. Зафиксируйте, фотографируйте, переписывайте. Кто-то оформляет специальные таблицы, кто-то рисует себе графики, кто-то переносит информацию в тетрадях, кто-то просто смотрит и делает выводы из личного кабинета. У нас система статистики дает очень много ценных показателей. И первое, что нам нужно сегодня фиксировать, несмотря на то, что у нас начался второе число, то есть мы фиксируем это как показатель, завершился май и начинается июнь месяц. Какой-то отчетный период прошел. Первый показатель, это сколько людей у нас, и теперь я немножко осложняю вашу задачу и предлагаю такое решение. Зависимо от того, какая у вас команда, какая у вас глубина развита, вы сами определитесь, какую глубину вы просматриваете, но я предлагаю от первого до шестого уровня сделать полную, как мы употребляем слово, выгрузку. То есть полностью сделайте себе отчет, сколько людей у вас на каждом из этих уровней. То есть отдельно просматриваем. Первый уровень – это самый легкий момент, но заходя глубже в статистику, мы можем просмотреть количество людей на втором уровне, на третьем, и я предлагаю до шестого уровня, у которых, у всех у вас, у кого маленькие структуры, ну, не маленькие, но, скажем, в таком начальном развитии, так назовем. И те, которые у нас уже со стажем и с огромными прекрасными результатами, те делайте свой выбор, но я предлагаю все-таки рассмотреть глубину. При том, глубину можно рассматривать этапно, какие-то несколько уровней подряд фиксировать, потом можно какой-то промежуток сделать, пропустить несколько уровней, и еще где-то глубже, у кого действительно глубокие структуры, 11-19 уровней и так далее. То есть просматривайте эту глубину и фиксируйте какие-то активные глубинные уровни. Например, кроме первого-шестого, берем там седьмой-одиннадцатый или седьмой-девятый, даже достаточно, да, и таким образом. То есть конкретно записываем, сколько людей у нас именно на этом уровне. Это все можно просмотреть в нашей статистике под разделом «Сводная и структура». Именно количество в глубине в разделе «Структура». Откройте и посмотрите. Второй показатель, который сегодня фиксируем, это количество инвестиций тоже на этих уровнях. Если вы смотрели первый-шестой, то фиксируем напротив количества людей, фиксируем количество поступивших средств. И таким образом делаем какой-то небольшой расчет по своей команде для того, чтобы определить потом другие показатели. И также в глубине. Если вы занимаетесь глубиной, у вас она развита, то те же самые уровни, как седьмой, девятый, одиннадцатый и так далее. Третий момент. Если здесь какие-то неясности, сразу задаете вопросы, да, сразу буду отвечать. Дальше, по-моему, важно сейчас начинать отслеживать, как активно ваша структура развивается. И момент развития – это не только количество людей и количество инвестированных средств, но очень важный показатель именно распределений по статусам. И это тоже очень красиво отображается в нашей структуре. Когда вы открываете раздел «Структура», то есть «Моя статистика», и вы можете выбрать личное, сводное или раздел «Структура». Когда заходим в раздел «Структура», мы можем четко фиксировать, какое количество партнеров у нас по статусу «Клиент», «Партнер», «Консультант», «Лидер», «Мастер», «Эксперт», «Топ-эксперт». Эти цифры каждый месяц меняются. Но, если честно, то они меняются каждый день, смотря, насколько активная команда и насколько она развивается. Но в промежутке месяца обязательно происходит изменение, и это очень важный момент. То есть это один из показателей, который дает вам сигнал, который может быть позитивным или сигналом, который вас предупреждает. Если у вас увеличивается именно количество людей по статусам, то понятно, что информацией донесена, люди понимают, что делают и осознанно строят свой сейчас внутренний бизнес. Если эти цифры не меняются, то здесь где-то не хватает информации, ясности, активности, совместного сотрудничества и какой-то, может быть, даже помощи со стороны вас как наставника. Поэтому, исходя из того, на каком уровне вы, важно следить, сколько людей достигает ваших же достижений. Все происходит очень легко. Если я могу это сделать, конечно, кто-то другой тоже может это самое делать. Если нужны подсказки, то, имея свой опыт, я обязательно могу подсказать или помочь, или как-то участвовать в этом процессе дальнейшего развития. Поэтому фиксируем и смотрим. Можем даже эту статистику по статусам пересматривать каждую неделю. Это очень легко. Если заходить в глубину и углубляться в этот информационный поток, то здесь, может быть, нужно больше времени. Но именно просмотреть только, какое количество ваших партнеров достигло, какой статус, это очень легко. И это можно сделать буквально каждую неделю и следить за тем, где появился новый человек, активный человек, который перешел на следующий статус. Может быть, это, как говорится, ваша звезда в вашей команде. Немного внимания этому человеку, и он пойдет с огромным успехом и большим развитием вперед. И также продвинет вас. То есть это очень важный момент, если немножко рассматривать и следить за своим развитием. Следующий момент, который я предлагаю, все-таки еще раз обратить внимание на регистрацию людей и количество проинвестированных людей. И тоже фиксировать это соотношение. Помните, мы об этом уже говорили. И сегодня предлагаю серьезно еще раз на это посмотреть. Сегодня фиксируем цифры. Это две цифры. То есть количество зарегистрированных людей и количество проинвестирующих. У многих из вас может быть статистика, то есть соотношение двух этих цифр, скажем, 50 на 50. То есть 100% зарегистрированных людей и из них 50% проинвестированных. А те, кто работает больше с холодным рынком, у вас может быть даже иначе эта статистика, что больше регистраций, меньше инвестиций. То есть, скажем, 70 на 30. Да, все 70% остались. Из 100% только 30% проинвестировали. Например. Идеально, наверное, если у вас соотношение, ну, совсем идеально это 100 к 100. Не всегда это получается. Больше этот показатель ближе к такому вышему результату у тех, кто работает только с теплым рынком и не делает никаких лишних регистраций, а доводит сразу клиента до действий. Но если смотреть в целом, то вы могли бы быть очень довольны, если ваш общий результат был в пропорции 20-80. То есть из 100% регистрации 80% сделанных инвестиций. И 20, идеально 15-20%, остались бы просто как регистрации на перспективу. Этот показатель очень важный. И правильно было бы на нем остановиться и выделить отдельное время и отдельное внимание этому показателю. И начинать с этим работать. То есть проактивизировать всех регистраций. Еще раз рекомендую найти свой способ. Для тех, кто не увлекается холодным рынком, я бы желала найти время еще раз выйти на контакт. Выйти на контакт именно сегодня. То есть если вы зафиксировали это соотношение и процент, и хотите этому обратить внимание, то самое правильное время было бы именно сейчас до эко-фестиваля. Потому что есть о чем говорить, есть на что мотивировать и, скажем так, какую ценность показывать. И объяснять, насколько сильно мы продвинулись вперед и почему не пропустить момент. Потому что после эко-феста люди могут не успеть сосредоточиться и принять правильные решения и сделать все движения для того, чтобы еще успеть в девятом этапе. Поэтому сейчас именно этап под номером 9 является мотивация. Сам эко-фестиваль является мотивацией. И, конечно, все события, которые происходят вокруг нашего проекта. Поэтому здесь именно тот момент, когда выравнивать этот процент, выравнивать с какими-то конкретными действиями. Для кого-то это письмо, для кого-то это собрать свой личный вебинар или мини-презентацию, может быть, скайп-конференцию. Для кого-то это личная встреча или действительно по одному человеку, по личным, совсем личной встрече, или организовать небольшие кружки, то есть какие-то мини-презентации, семейные презентации. Ищите свой метод, свой механизм, который вам достаточно комфортен. Но не забывайте такой момент. Если действовать только в полном комфорте, то это значит все-таки стоять плюс-минус на месте. Для того, чтобы достигать более серьезных достижений, нужно немного себя протолкнуть и, скажем, сделать один шаг за зоной комфорта. И у меня есть такое большое опасание, что в данный момент в нашей команде очень много людей, которые достигли свою зону комфорта и никаким образом не хотят из нее выходить. То есть настолько комфортно мы устроились, что хочется так и на какое-то время остаться. Но этот промежуток между ростом, стабильностью и, скажем, движением шагом назад, этот промежуток очень короткий. И его можно пропустить. И когда мы пропускаем тот момент, когда начинаем немножко спускаться с горки вниз, то приходится прикладывать в 3 и 5 раз больше усилий для того, чтобы вернуться на тот же момент и продвинуться еще дальше. Поэтому самая главная рекомендация не остановиться и не задержаться на том уровне, на котором вы есть на данный момент. Лучше чуть-чуть себя протолкнуть и заставить, как я говорю, одной ногой выйти из зоны комфорта и сделать какой-то для себя необыкновенный шаг. И он обязательно даст результат. Обязательно. Если вы просмотрели ситуацию в ваших разных уровнях, то следующая рекомендация из каждого из этих уровней, скажем, особенно я бы сейчас обратила внимание на уровни с третьего по шестой, на этих уровнях сделайте выбор. Выберите несколько людей, несколько ваших партнеров, с кем работать в команде, с кем создавать новые рабочие отношения, новый тандем. Работа в тандеме очень эффективна и очень успешна. Кому-то удается работать одному, кто-то всегда предпочитает работать на массовых мероприятиях и в большой команде. Но если четко каждый день прорабатывать систему работы в тандеме, где в команду входит 2-3 человека, это дает обязательно результат. Если не в первый день, то через короткий промежуток наблюдаются результаты проделанной работы. И потом они начинают очень быстро или заметно, скажем так, заметно увеличиваться, усиливаться эти позитивные результаты. Поэтому найдите себе несколько команд в тандеме. И здесь акцент на слово несколько команд. Сейчас рассматривайте себя как руководителя процесса развития. Вы тот человек, который сейчас можете очень сильно влиять на развитие. И для этого нужно не просто одну пару, один тандем создать, а вы можете одновременно сделать их несколько. И найдите этих людей, кому это удобно, комфортно, с кем вам комфортно. Найдите новые рабочие коллегиальные отношения. Найдите этих людей на третьем, на четвертом, на пятом, на шестом, у кого более развитые команды, еще глубже, условно говоря, на одиннадцатом уровне. Найдите этих партнеров, с кем сегодня на какой-то определенный период, скажем, на эти два-три месяца, создать рабочий тандем. Результат стопроцентная гарантия. С моей стороны, что у вас будет позитивный результат. Но самое главное, что люди, с которыми вы вместе начнете работать, они выигрывают очень сильно. Вы заметите, они сами поймут это в силу развития. И это очень хороший принцип потом дубликации и копирований. Если у вас работает эта методика работы в тандеме, то те люди, которых вы к этой системе притянули и, скажем так, даже можно выразиться подготовили и показали удобность и результативность, те люди легко это смогут копировать. И условно, если мы смотрим развитие по уровням, то я делаю такой пример. Я нахожу партнер на четвертом уровне, который желает развиваться и совместно мы ставим какие-то определенные цели и их начинаем реализовать. И при достижении успеха и результатов человек с четвертого уровня начинает копировать ту же самую ситуацию. и его новые партнерские рабочие отношения начинает сильно активизировать условно говоря восьмой, девятый, десятый уровень. Оттуда появляются новые, активные, сильные, успевающие люди. Им только в начальном этапе нужна эта поддержка, нужна эта система тандема. потому что нет у нас сейчас времени, чтобы люди в глубине с коротким стажем участия в проекте нет у них времени настолько изучать материалы, получить все эти знания. Они набираются по пути развития, как говорится, на ходу. И вместе это делая, то есть не нужно ждать пока человек сам это изучит, освоит и будет готов это передавать дальше. Он намного быстрее это все усвоит и научится передавать дальше, если он будет это делать с вами, у которого уже совершенно другой опыт. То есть у вас есть чем делиться. Делайте вместе с более начинающим человеком, это даст быстрый рост его как знаниям, как возможностям, так и результатам. И также он моментально начнет копировать эту систему развития. И это даст вам удивительный результат. То есть что мы делаем сперва в этих тандемах? Обговариваем наши общие цели, планы, возможности, рассматриваем развитие, привлечение новых инвесторов. Инвесторов обязательно ставим задачу привлечения новых партнеров и обязательно ставим задачу достижений какого-то конкретного статуса. И конечно все начинается со статусом лидер, но вы смотрите по конкретной ситуации. Или сейчас важно развивать статус лидер, или можем идти дальше. И здесь мы приходим к следующему пункту, аспекту, который я хочу выделить, что при рассматривании сколько людей у вас на каких статусах, сделайте выбор с кем проработать для того, чтобы за месяц или за какой-то более короткий или чуть-чуть длиннее срок закрыть следующий статус. То есть показатель сколько у вас консультантов реально это показатель сколько вы можете развивать лидера. И нужно с этими консультантами это проговорить и обязательно найдутся люди, которые будут готовы выстроить свой план на лидера. Коллеги, меня слышно? Еще раз одну обратную сясь, Странно сработал компьютер. Спасибо. Спасибо. Да, я думала, что мы не выкинули из комнаты. Спасибо. Продолжаем. То есть я хотела бы, чтобы вы себе поставили небольшой план на создании лидеров в своей команде, на создании мастеров в своей команде и даже на создании экспертов. может быть, первая ваша задача является самому достичь, скажем, статуса эксперта. И для этого вы понимаете, что одно из условий это активные мастера в вашей команде. То есть просматриваем, где они могут быть и только фокусируем свое внимание. Как мы начнем в этом направлении развиваться совместно с этим партнером будет общий результат, который подтягивает, поднимает вашего партнера и автоматически поднимает вас во всех аспектах. Это очень сильная работа в тандемах и таких командах. И для активных партнеров, еще раз напоминаю, мы не говорим сейчас только про один тандем. Вы способны одновременно создать несколько таких тандемов. И притом они могут быть с разными целями. Кто-то до нашего экофестиваля желает достичь лидерского статуса, кто-то успевает или очень постарается достичь статуса мастер и кто-то видит себя в достижении статуса эксперт. Для этого у нас есть прекрасные программы и инструменты и небольшой акцент. Идеально идти по движению ближе и быстрее к статусу, используя выгодные программы. Конечно, можно это делать с любыми программами и разными шагами. И можно это прогнозировать, можно просчитать, можно сделать за очень короткое время, можно сделать за более длительный срок. Но как мы только начинаем фокусировать свое внимание на эту цель и немножко определить стратегию, результат сразу замечается. Но лучшие инструменты не пропускайте на девятом этапе. Это программа студент с инвестицией 150 долларов ежемесячно. То есть сумма 150 долларов она дает свой результат. Это программа бизнес старт с двумя возможностями или 300 долларов два месяца подряд или одноразовые инвестиции, которые обязательно рекомендуем. Это 600 долларов. Это очень быстрое движение по статусу лидер, можно сказать моментальный результат, используя этот инструмент. сейчас обязательно нужно выделить внимание программе 500 долларов на 10 месяцев. Это очень выгодно клиенту, это выгодно партнеру и это сильно двигает по статусу. То есть очень интересная программа во всех аспектах. Все будут довольны по всем требованиям для чего вообще мы свои активности проявляем. И сегодня хочется напомнить про инструмент, который может быть какое-то время мы не активизировали, не обращали особенное внимание и кто-то пропускает или думает, что ну оно есть и так всегда было и будет. Нет, всегда так не будет. Девятый этап он особенный и он дает еще два дополнительных инструмента, которые у нас есть именно в рабочих пакетах. Самые рабочие пакеты это программа старт, программа сеньор, стабильный и бизнес. И тут у каждой из этих программ есть две дополнительные возможности. Я предлагаю рассмотреть обе возможности и постараться их использовать, особенно при новых партнерах, при развитии новой команды и для тех, кто хочет иметь за более короткое время лучший результат. Первое это мы получаем дополнительный бонус к этим четырьмя основными программами за то, что успеваем пригласить двух новых инвесторов. Неважно они становятся партнером или нет, самое главное, что происходит регистрация и происходит инвестиции, при том начиная с 25 долларов. Любой выбор пакетов одноразовых или в рассрочку все подходит и такое приглашение двух инвесторов дает экстра бонус ко всем этим основным программам. И второй метод, который часто используется, но сейчас именно перед экофестивалем и перед вот этим периодом, когда мы четко знаем, что мы идем к закрытию этапа и скоро начнется следующий, нужно обратить на это внимание. То есть, это двойная инвестиция. Когда выбирая какой-то из этих основных пакетов, можно сделать двойную инвестицию, этим сократить программу на 8 месяцев и продолжить дальше ежемесячные инвестиции и получить экстра бонус. На бонус обращайте внимание отдельно, особенно, когда вы разговариваете с новым инвестором, партнером. Бонус в данных программах от 3750 акций до 54000 акций. Давайте посмотреть на средние программы. Это сеньор и стабильный, то есть это 50 и 100 долларов еженедельные, извиняюсь, ежемесячные инвестиции. И если человек не выполняет одно или другое условие, дополнительно получает или 6000 или 20000 акций дополнительного бонусного пакета. Это очень сильный показатель. Я уже не говорю про бизнес пакет, где дополнительный бонус 54000 акций. Вы знаете, для многих людей эти цифры, скажем, 20000 в 54000 это изначально цифры мечты, которых они хотят увидеть в своем личном портфеле. Не забудьте про это, что вы начинали именно с этим же и думали, что это уже вершина ваших достижений и как классно, что у вас есть такой портфель. Но проходит время, у нас меняются понятия отношений, мы видим перспективу и возможности и начинаем, конечно, расти, идти дальше. Но если это рассматривать как дополнительный бонус, это очень сильная мотивация, именно такой дополнительный пакет акций для некоторых движений, то есть дополнительных действий. поэтому не забудьте про этот супер дополнительный бонус наших стандартных пакетов. Так, появился вопрос, секундочку. Спасибо, Виталий, за вопрос. В принципе, пакет на это и рассмотрен. Самое главное, это именно пакет для ребенка и доход по этому пакету предусмотрен. То есть логика и вложенный алгоритм именно для того, когда человек становится взрослым, есть определенного уровня уже другие требования или необходимости в жизни. И пакет создан для того, чтобы 18-летний молодой человек мог или развивать свое образование, или поставить на ноги свою личную жизнь, то есть стать самостоятельным и пользоваться этими доходами, дополнительными, том резервом, с которым можно полностью начинать взрослую жизнь. Поэтому пакет детский, я просто хочу, чтобы вы правильно настроились, вы не оформляете детский пакет для того, чтобы очень комфортно им пользоваться. Основная идея и смысл этого пакета дать возможность вашему ребенку стать самостоятельным и решить все свои мечты, которые на тот момент складываются. Поэтому конечно до совершеннолетия пакетом владеет опекуны или точнее опекун, но при совершеннолетии документы дополняются, переоформляются и владеет всеми плюсами этого пакета полностью взрослый человек. При оформлении вы знаете, что нужно добавить дополнительные документы именно о данных ребенка и пройти дополнительную верификацию. Это очень важный момент, при том он очень важен в те моменты, когда меняется этап или заканчивается какой-то период и нужно успеть. То есть не оставляйте ничего на, как я говорю, на последнюю ночь. Все это делайте вовремя, потому что оформляя детский пакет с нуля до исполнения 18-ти, то есть 17-летнему молодому человеку можно тоже этот пакет оформить, но для того, чтобы полностью получить все условия в этом пакете, нужно все делать правильно и придется идти дополнительную верификацию, подавая документы ребенка. То есть все предусмотрено для того, чтобы мы не могли этот пакет просто использовать как выгодное дополнительное какое-то оформление на себя лично. Это действительно пакет для ребенка. Так, ну не забываем, что мы готовимся к основному празднику и тут нам нужно очень четко еще раз просмотреть свои действия и действия наших партнеров. Будьте добры, берите ответственность за своих партнеров, инвесторов, коллег и проявите свою активность. Очень многие люди, партнеры в мыслях думают, что они едут и участвуют на всех мероприятиях, но реально не проделали все необходимые шаги, то есть регистрацию и оплату и получение на экофестиваль. электронный билет, еще раз напоминаю, его нужно распечатать и нужно собой иметь документ личности. Будем об этом говорить еще очень много раз, для того, чтобы всем все было понятно. И второй момент, что у нас отдельно экофестиваль 1 июля, это отдельная регистрация и оплата и отдельная регистрация и оплата это конференции 2 июля. В принципе, регистрации будут закрываться на ближайшие дни, так как места заполняются и не пропустите. То есть, если вы в мыслях едете, то проверьте, провели ли вы правильно и ваши партнеры провели регистрацию и оплату за мероприятие, потому что контроль будет очень четко и чтобы не было неприятных моментов, когда вы не имеете доступ или к одному или к другому мероприятию. Да, Виталий, вы правильно меня поняли и правильно задали вопрос и, в принципе, правильно можно сказать, что ответили. Теперь у нас очень важный момент еще. Оговорим свой график и еще раз хочу напомнить, что при регистрации это несложно. Вы тоже заходите на вебинарную комнату уже по привычке, но до того, как нажать последнюю кнопку, пожалуйста, исправьте данные в регистрационных строках и отметьте свою страну, свой город. Это очень приятно, если мы друг друга видим и знаем с кем и откуда мы общаемся. То есть воспитываем себя, это приятно знакомиться и видеть друг друга и понимать откуда мы. И также дополнительно сами себе показываем, насколько интересно заполняется вся карта мира с нашими партнерами и инвесторами, насколько колоссальная команда в целом работает на продвижении нашего проекта. Это, конечно, уникальный момент. Столько стран, столько городов, столько людей. То есть весь мир участвует в том, чтобы мы могли не только праздновать этот фестиваль, но и очень серьезно сразу после фестиваля развиваться и в ближайшее время действительно реализовать свои технологии по всему миру. Но у нас дальше наши встречи. Следующая наша встреча 9 числа, то есть можно сказать по данному графику, также 9 числа это пятница в 11 утра по московскому времени, но после 9 числа у нас небольшой перерыв и небольшая перестройка. Мы возвращаемся обратно к нашим рабочим вечерам и потом мы встречаемся 20 июня в 20.00 по Москве и в дальнейшем это будет наше время встречи, то есть это будет по вторникам вечернее время 20.00 по Москве. Так что планируем свое время, приглашаем своих партнеров, делая анализ наших встреч утренних и вечерних, ясно, что вечер всем удобнее, но так что в середине лета возвращаемся к нашим рабочим вечерам. так спасибо Галина за вопрос продолжаю отвечать на вопросы один очень важный момент кстати при наших достижениях я пропустила действительно очень важный момент о том что у нас до сих пор открыт конкурс конкурс на участие на экофестиваль и на конференцию и условия конкурса описаны в личном кабинете но хочется сказать что с радостью сказать что у нас достаточно длинный список наших партнеров кто уже выполнил условия конкурса скажем выполнил до конца мая но наш конкурс открыт до 25 июня поэтому проследите и за этими цифрами в своих структурах для понятия сколько не хватает для того чтобы вы тоже закрыли какой-то статус какой-то показатель который предлагает особый дополнительный момент но несмотря на то вы сейчас в процессе участия на конкурсе или уже закрыли выполнили условия конкурса все или закрыли какой-то определенный статус здесь это эксперт и тот эксперт все регистрируются и все проплачивают участие на мероприятиях если вы выполнили конкретные условия все затраты которые по конкурсу предусмотрены будут вам возвращены в течение нескольких дней после экофестиваля но даже если вы выиграли уже на сегодня в каком-то конкурсе вы все равно должны пройти регистрацию и оплату это очень важный момент теперь еще раз обращаюсь именно к лидерам своих команд будьте добры просмотрите за своих активных людей чтобы не получилось так что человек выполнил супер условия по конкурсу но не получил доступ потому что доступ будет к мероприятиям только по регистрации и оплате то есть есть только один показатель который дает возможность участвовать на фестивале и участвовать на конференции это регистрации и проплата входа на первое число и на второе число несмотря в каком вы статусе и на каких условиях вы идете то есть ваши достижения будут все награды будут вручены потом сперва мы как говорится подтверждаем свое участие и желание участвовать на мероприятии так что у нас со звуком значит это сигнал что уже пора нам возвращаться в рабочем режиме может быть мы уже долго планируем так слышно теперь меня слышно да так коллеги это очень важный момент был я и хотела бы на этом еще раз делать акцент и в принципе мы уже заканчиваем свою встречу очень хотелось бы чтобы никто не остался за воротами экофестиваля и за дверью конференции данный момент регистрации показывает именно эту ситуацию мы просматриваем список людей кто себя заявляет на выполнении конкурсных условий и в то же время не просматриваем этих людей в списке регистрации и участия на мероприятии все организуется по спискам регистрации и оплаты поэтому два отдельных платежа это вход на экофестиваль это вход на конференцию и сделайте проконтролируйте это сегодня завтра до конца этой недели чтобы действительно не остаться за дверью ну а так у нас как я говорю июнь это у нас легкая активная очень успешная и позитивная энергия это говорит о том что у нас впереди шикарные результаты мы сегодня себе отметили план развития как кто от 5 до 30 процентов делаем все для того чтобы идти по этим планам и достигать запланированные результаты и чтобы мы на экофестивале могли праздновать шикарные достижения развиваемся работаем передаем всем актуальные новости всего что происходит новостей много об этом мы не говорим просматривайте пожалуйста канал новостей и следите за этим и используйте используйте эти материалы в своих беседах в своих встречах и как я говорю просматривайте то количество огромное количество потенциальных инвесторов которые являются нашими зарегистрированными заинтересованными людьми у которых еще очень много не сделанных решений и не заполненных своих планов поэтому у нас есть огромное рабочее поле кроме нового уже открытая и давайте пахать по этому полю идти к результатам незаметно июнь вас будет просто нести вперед если чуть-чуть мы обратим внимание и расставим правильные направления фокус и направим свою энергию все коллеги встречаемся 9 числа в это же время и всем прекрасных результатов хорошего весенне-летнего настроений и наш экологический сад нас ждет не забудьте что у нас на больших программах еще возможность приобретать эксклюзивные деревья которые будут украшать эко-парк до встречи коллеги всем успеха и удачи и позитивных результатов сад успеха не забудь р т л л л л л л л Продолжение следует...